Если в фильме про зеленого похитителя Рождества жители копили целый год на украшения, то в современном мире достаточно оглянуться по сторонам. Старая советская игрушка, которая второй десяток валяется в шкафу, может стать акцентом на праздничной елке. Сейчас нет руководства по созданию новогодней атмосферы дома. Любите яркие и пестрые детали, добавьте больше блесток. Являетесь поклонником эко-стиля, смастерите декор из живых еловых веток. Плюс игрушек хендмейт не только в их стоимости. Каждая отображает творческую сторону автора и является единственной в своем роде. Игрушки можно сделать из чего угодно. Можно взять старых кукол, можно взять какие-то материальчики, мешковину. Блесток сейчас продается огромное количество, поэтому все это сгодится. Естественно, нужно запастись шпагатом, бусинками и кисточками разных размеров. Экспериментировать можно со всей новогодней атрибутикой. Смастерить камин из картонных коробок, вырезать звезды из бумаги. Умельцы даже декорируют свечи по своему вкусу. Главное определиться с цветовой гаммой. Советский шик, сдержанный модерн или воздушная классика. Вариантов новогоднего оформления может быть огромное количество. Но именно об этом хочется рассказать в особом образе. А все для того, чтобы передать воздушную, но при этом праздничную атмосферу. В этом году укрепилась тенденция на сочетание веток ели и цветов. Идея смелая, но ульяновским дизайнерам по плечу. Кроме того, такую композицию легко воплотить в домашних условиях, привлекая к делу всех домочадцев. Все мы когда-то вырезали снежинки. Поэтому в нашем варианте заменить гинки-гелопа можно, вырезав из обычных белых листов цветочные композиции, листочки. И уже после этого, используя незатейливые материалы, леска, проволока, свести из этого венок. И добавить туда еловые лапки, ну и, конечно же, игрушки. К слову, костюм из выбранного образа тоже авторская задумка. Всех нас в детстве родители баловали новогодними домашними представлениями. Дед Мороз в полночь приносит подарки, Снегурочка отвечает за стихи и пляски. Для полного перевоплощения всего-то нужен старый халат, поэтки и два матка ниток. И пусть годами люди стремятся отметить праздник в шумной компании друзей, семейные вечера всегда останутся вне времени. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Управда ТВ.